Здравствуйте! На календаре последняя рабочая неделя уходящего года. Впереди новогодние праздники и зимние каникулы для всех, в том числе и для взрослых. Причем достаточно длинные, чтобы куда-нибудь выбраться, отдохнуть. Сегодня у нас в гостях региональный представитель Российского Союза Туриндустрии Владимир Гетман. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Владимир, начнем, наверное, с того, какие самые животрепещущие, острые проблемы были в уходящем году у туристического бизнеса? У туристического бизнеса продолжающиеся проблемы, связанные с определенным закрытием направлений, восстанавливающейся логистикой, особенно на южных направлениях. Это касалось летнего сезона. Ну и в целом общая тенденция, наверное, подорожания стоимости не только туристических продуктов, но и, в принципе, достаточно всех услуг, которые в туристическом продукте вкладываются. То есть это гостиничный бизнес, экскурсионные услуги. Очень сильно увеличили стоимость транспортной услуги, потому что они выросли кратно. Ну, я скажу, что, наверное, это основные проблемы. Таких глобальных потрясений в этом году, слава богу, не было. И туристический бизнес начинает, наверное, и восстанавливаться, и заново строиться. И, в принципе, все в целом достаточно неплохо. Но, наверное, не только южные направления. Вот вы отметили, ведь на восток страны поездки, путешествия тоже совсем не дешевые. Байкал там, не знаю, Алтай. Ну, на самом деле тут ситуация такая, что у нас в этом еще году, в уходящем году, очень много было субсидированных перелетов. То есть те перелеты, которые спонсируются правительством, часть которых возмещается правительством, авиакомпаниями, которые совершают перелеты на дальнее направление. Особенно на восток, там, в Сибирь. Вот. Поэтому все было достаточно неплохо. Насчет 2024 года я не могу пока с уверенностью такого сказать, поскольку часть дотаций на возмещение затрат авиаперевозчикам на вот этих направлениях, она часть дотации снята, но пока еще как бы нету понимания того объема, который будет выделен. То есть когда можно будет и по каким направлениям... Рассчитывать на что, да. Да. Неплохо, в принципе, достаточно слетать. Факт то, что, скорее всего, самые дальние направления, самые затратные, Камчатка и Южно-Сахалинск, эти направления, они, скорее всего, будут также субсидироваться, поскольку у правительства есть общий план развития не только в целом туризма в Российской Федерации, но и развитие вот таких-таки отдаленных, да, частей нашей очень большой страны, в которые, я думаю, многие хотят поехать, но многие сомневаются пока, потому что, ну, далеко, затратно, возможно, просто как-то еще оно мерещится таким каким-то миражом, в который можно слетать, в который можно попробовать, но еще пока на него не решились. В Оренбургской области, кстати, появится очень классное направление, можно будет прямым рейсом улететь на Алтай, наконец-то, появятся субсидированные рейсы в Горно-Алтайск, и для многих, я думаю, для очень многих это такое долгожданное событие, потому что Алтай, он где-то здесь в голове крутится, крутится, но никто не знает, во-первых, никто не знает, на самом деле, где он находится. Ну, 2,5 тысячи километров до Барнаула, мы знаем. Да, к сожалению, но и многие это тоже так видят, что это очень-очень далеко, очень трудно, открывается направление, поэтому сказать так, что, знаете, невозможно куда-то слетать, я, наверное, в этом году или в следующем году не смогу, поэтому летать можно. Ну, внутренний туризм мы поподробнее раскроем тему подальше, и все-таки заканчивая темой, вот все-таки наиболее привычные россиянам такие зимние курорты находятся в дружественных странах, Турция, Индия, Эмираты, как сейчас обстоят дела? Неплохо. Дела обстоят, в принципе, неплохо. Турция, мне кажется, в этом году, хотя Турция, да, отчитывается о том, что у нее очень неплохая загрузка, она от года к году растет нашими российскими туристами, но мое личное, да, субъективное мнение, как представители именно Оренбургской области, что с Оренбурга начали летать меньше. В Турцию на зимовку, там, на проведение зимних каникул, большим спросом пользуются, опять-таки, направления, как вы уже сказали, да, Арабские Эмираты, они летают очень неплохо, к сожалению, непрямыми вылетами из Оренбурга, но летают из Уфы и Самары регулярно. Есть регулярные вылеты и чартеры, да, то есть из Москвы летают, из Питера, конечно, меньше, но это направление активно продвигается, и вообще Арабские Эмираты, они, мне кажется, даже часть тех традиционных туристов турецких, они забирают. Ну, во-первых, там немножко другое качество, немножко другой сервис, другой подход, он не такой, как, скажем, там, тюлени, да, как турецкие, поэтому, да, эти направления развиваются. Плюс у нас неожиданно Мальдивы стали достаточно массовым направлением, то ли люди стали зарабатывать больше, то ли доступность повысилась, но Мальдив больше. Открываются там какие-то разные Сейшелы начали путешествовать, наши Маврики, Киты ушли, да, то есть у нас, вы знаете, что, я надеюсь, вы знаете, да, что Доминикана, она ушла, то есть такого прямого удобного авиасообщения нету, подросла Куба, но Куба упала по сервису, поэтому, ну, соответственно, вот эти такие, они не американские, но они в том, да, в той стороне нашего шарика находятся, да. Ну, Кита-Вьетнам. Они пошли на спад. Китай, Вьетнам все ждут, на самом деле все ждут, все очень ждут, во Вьетнам только анонсированы прямые вылеты аэрофлота из Москвы, в Китай анонсированы и на китайских авиалиниях, но там пока немного какие-то затруднения с приемом туристических групп, хотя безвиз принят, ну, есть определенные бюрократические проблемы, проблемы с логистикой, которые предстоит решить, но когда они войдут в полную силу, я думаю, будут летать хорошо. Хорошо. Но, правда, Вьетнам уже пойдет после Нового года. Опять-таки, часть оттянул, оттянул на себя дружественное направление, которое вы не назвали, это Таиланд. Первую голову думается об этом, да? Да, потому что его давно ждали, оно очень удобное, всегда комфортное, нет мусонов, не проходят ливневые дожди, ну, то есть оно настолько набрало оборот, что все места сейчас в Таиланде там под запрос. Ну, это вот если вкратце, очень вкратце коснуться такого зарубежного направления. То есть мы все любим зимой тепло, вот, и это определенная часть туристов, которые выбирают эти направления, оно, естественно, отправляется. И рейсы загружены, то есть тут проблем с этим нет, проблем в логистике. Ну, теперь к внутреннему туризму. Вот наша область. Разные ландшафты. У нас есть чем похвастать и горы, и степи, и все, как полагается. Много очень красивых мест, но все туристы в основном знают путешественники. В Оренбурге, когда заходит речь, соленые озера, соленые лески. Что еще может предложить Оренбурге? Ну, вот по порядку, например, сейчас горнолыжка. Ну, во-первых, хотел бы обознать то, что у каждого региона есть свое какое-то брендовое лицо. Есть какой-то брендовый нейминг, да, ну и какие-то локации, которые четко, понятно, осязаемы вообще для всех россиян, связаны с тем или иным регионом. Ну и в данный момент для Оренбургской области туристический нейминг – это вот Соленецкие озера. Ну, во-первых, это самый популярный по посещаемости курорт Оренбургской области. Во-вторых, этот курорт, который, в принципе, я считаю, что таких прямых аналогов не имеет. И Соленецкий вам приходит в голову первым. Поэтому про него мы, если вы позволите, поговорим отдельно. По поводу горнолыжки скажу так, что Оренбург же не горнолыжный регион. И не надо питать иллюзией, что мы новый мир построим на том, чего нет. То есть, соответственно, если у нас нет богатого горного ландшафта, если у нас его и не может появиться, мы степной с вами регион. Мы богаты бескрайними степями и тем, что за горизонт невозможно заглянуть, потому что ты его не увидишь. Поэтому горнолыжный курорт у нас, мне кажется, больше для такого внутрирегионального импортозамещения. А у нас тоже есть. Там есть большая проблема. Мое, опять-таки, субъективное мнение – это погодные условия. Погодные условия не те, горнолыжки нет. Ну, как в данный момент. Да, в данный момент была абсолютно такая же ситуация. Я не смотрел сегодня веб-камеры, которые там транслируют. Но была такая ситуация, что хочешь покататься на лыжах – бери с собой ролики. И в этом плане есть отличная замена, аналог или просто вариант. Это отошла Тюльганского района. Шикарная горнолыжка. Я считаю, что вот эта горнолыжка для людей. Ну, то есть, для людей, которые, а, встают на лыжи, которые везут детей, которые просто хотят отдохнуть, которым нужно недалеко, достаточно качественно, вкусно и со снегом. То есть, я в туризме с 2004 года, и с 2004 года ни разу не видел сезона, когда там не было снега. Был какой-то год, что 30 декабря там было очень туго, но, тем не менее, горнолыжка работала. Ну, то есть, его хватило. Плюс там есть кафе, плюс там есть домики, там есть отличные несколько баз, там, затумани, там, другие, не будем говорить. Все их знают прекрасно. Есть отличная там министерская база. То есть, можно приехать с детьми, хорошо провести время, один день, два дня, встать на лыжи, покататься чуть-чуть. Ну, то есть, это такой вот релакс. И не только горнолыжный, там есть и беговые лыжи, там можно просто походить. Шикарная локация. Поэтому в плане насыщенности горнолыжными курортами, мне кажется, мое мнение, что для Оренбурга этого хватит. Не надо больше стараться, потому что постараться делать то, что надорвет наш оренбургский организм, не стоит. Поэтому надо уйти немножко в другие направления, другие направления развивать. Вот мое мнение. В частности, беговые лыжи, например, Бузулук. Шикарно. Бузулук вообще шикарен. Бузулук, по моему мнению, это один из самых недокрученных объектов в Оренбургской области. Хотя вы о нем знаете, о нем знают многие. Все считают, что Бузулука и так достаточно. Нет, его не хватает. Не хватает гостиничных номеров, не хватает внутреннего сервиса развлечений, не хватает хорики, то есть каких-то кафешек, может быть, фастфудов, которые не приходят туда, потому что там недостаточный поток, недостаточный объем туристов, которые приезжают. Вы же понимаете бизнес. Замкнутый круг. Бизнес приходит туда, где есть люди. Бизнес не может прийти и пригнать людей, потому что владелец кафе не может привезти людей, которых негде разместить. У нас шикарно развивается санаторий «Сосны». У них там достаточный номерной фон, но он достаточный для их возможностей, для их там, ну не внутреннего, а там мелкорегионального потребления, потому что у них ограниченный он. И он заполнен. Соответственно, другого нет. Поехать в рядовому Оренбуржцу туда не всегда возможно, потому что нужно заранее бронировать номера. Вы захотели завтра поехать, туда не попадете. Номеров нет. Ну и проблема с логистикой небольшая, хотя она решается, ну может решиться на региональном каком-то уровне, я считаю, что это вот сама логистика по доставке. То есть у нас, в принципе, достаточно неплохо уже ходит ППК, да, это пассажирская пригородная компания. Она туда отправляет неплохие электрички, которые, в принципе, достаточно удобно идут. Там вопрос просто в том, что, смотрите, есть поезд, который идет до Бузулука, есть сейчас электричка, который идет до Колтубанки. То есть поезд идет до Бузулука, с Бузулука как добраться? Ну, такси, во-первых, Бузулук не такой город, как Оренбург, там такси не так развито, трансферов туристических там не может появиться, пока опять-таки мы переговорили, да, что туристов не хватает, бизнес не заходит. В Колтубанку, ну, примерно такая же ситуация, ну, в Колтубанку ты приедешь, а вот с Колтубанки как добраться? То есть это такая логистика внутренняя, большая, которую нужно сообща всем развивать. Ну, и чтобы ее развить, нужно развивать там такой понятный и транслируемый на региональном уровне событийный туризм. То есть, ну, соответственно, когда наше правительство возьмет себе там цель какую-то, раскрутить направление, ну, не коммерческое оно им нужно для того, чтобы там инфраструктура, социалка появилась, которая также будет платить налоги в бюджет, то есть нужно на этом закрутить такую работу, которая будет полномерно там год, два, три продолжаться, ну, и, соответственно, бизнес туда придет, потому что это будет какое-то информационное поле, будет там поддержка, неважно, бизнесу же не нужно, чтобы ему дали денег, бизнесу нужно помочь нагрузить. То есть бизнес сам, в принципе, все вытягивает. Вопрос просто в том, что помоги это продвинуть, и все будет нормально. Ну, это небольшое отхождение от темы, да, но там очень классно. Зимой там дышится хорошо воздухом, зимой там прекрасно отдыхается, зимой можно также полечить аллергию, которая, кстати, лечится там на самом деле. Не знаю, как это подтверждено фармацевтически, или как это правильно сказать, но тем не менее она лечится, это факт. Летом там есть сапы, сплавы по реке Боровка, есть парк Базулукский бор, по которому можно погулять. Ну, проблему парка я трогать не буду, там тоже они свои вопросы есть, которые нужно решать. Но я думаю, что так все в общей конве двигается, не хватает просто вот какой-то такой системной работы. Ну, там классно. В Солилецком районе мне рассказывали, есть просто заповедные места, совершенно фантастическая локация, нет инфраструктуры. Ну, так и есть. Вам не зря рассказывали. Сталкиваемся опять с одной и той же темой, то есть бизнес не придет пока. Ну, знаете, как говорится, в России есть две беды, дураки и дороги. И в Солилецке как была беда с сервисом, так она и остается. Ну, то есть ее пытаются продвинуть. Там реально с этого года в Солилецке приятно хотя бы приезжать. То есть там появились хорошие нормальные дороги, хорошие тротуары, классное, кстати, освещение, которое кем-то критикуется, но оно классное. И в общем облик Солилецка, он меняется. Из какого-то места при озере оно стало вырисовываться, знаете, такой небольшой курортный городок. Но там опять-таки нужно работать, потому что красота такая визуальная, она появилась. Но эту красоту каждое лето закрывают активно, усердно, огромным количеством каких-то непонятных лавочек, полуприлавков. Вот прям очень пасмурно становится, когда всю эту красоту начинают этим закрывать. И по сути дела город опять превращается в рынок. То есть ты идешь, здесь продают какие-то резиновые брелки, здесь арбузы, это хорошо. Тут же какие-то мочалки непонятно, игрушки висят. Ну то есть это все хаотично. И сразу весь облик, общий облик такого красивого курортного места, он теряется. А еще весь флот теряется из-за того, что почему-то пытаются активно продвинуть, я не говорю, что это прям именно проблема регионального руководства или кого-то еще, но она есть. Давайте говорить о том, что факт есть. Сулецк продвигается как курорт ультраэконом-сегмента. Ну или прям эконом, может быть, уходящий, старающийся опять-таки вытянуться в ультра. Сюда приезжают люди, которые знают, что тут дешево. Если ты транслируешь, да, на мировую... Не за сервисом не едем. Да. Вот понимаете, вопрос в чем, что если ты на региональном уровне, точнее не региональном, на федеральном уровне, регион-то и так все знает прекрасно, на федеральном уровне транслируешь, что здесь дешево, ты привлекаешь ты кого? Людей, которые едут дешево, которым нужно дешево, которым нужно очень-очень доступно. И пускай меня критикуют ваши телезрители за то, что доступный отдых должен быть, но почему тогда вы, ну, там, кто-то, да, критикуют, потому что я же тоже читаю комментарии, критикуя курорт за то, что он повышает цены, тут же критикуете за то, что нет сервиса. То есть получается, вы сами наталкиваете курорт на то, чтобы он проецировал и продвигал вот этот эконом-сегмент. Полудикий отдых, да? Да, полудикий отдых. Ну, помните, когда стали закрывать, вообще давняя история, надеюсь, вы помните, когда начали озера закрывать, вообще сделали их платными, все очень ругались, что, ай, это народное достояние, озера закрыли. Стало-то как? Лежаки есть, туалеты есть, вода есть, где есть, поесть, есть, мусора нет, ну, классно же. Ну, и давайте в этом плане двигаться. Ну, нет опять, подняли цену на вход в Соленые озера, появились сразу какие-то гневные комментарии, цену подняли. Господи, а на что, там, собственнику, или тому, кто занимается развитием курорта, на что ему нужно вложить, чтобы вам стало лучше? Ему нужно вложить финансовые средства. То есть, видите, как все растет в цене. И для того, чтобы это сделать, мы уже, соответственно, поднять стоимость. Ну, такая палка о двух концах. Но, Соленое, это же направление, и я думаю, что, там, с водом новых, там, гостиничных номеров, которые, там, компания Руссоль собирается построить, я думаю, курорт все-таки начнет меняться. Он вообще меняется потихонечку, просто, ну, наверное, нужно время или поменять менталитет. Потому что, человек, который летит с Москвы или с Питера, тратит там 16-20 тысяч только на перелет, ему не нужно ваш гостевой дом, в котором туалет на улице, душ на улице, а вот этот номер, здесь нет кондиционера, вот здесь 4 кровати и тумбочка. Ну, это не нужно. Вот, поэтому он медленно развивается. Ну, Владимир, подробно, конечно, получилось по Соле-Лецкому, но, в принципе, главная наша жемчужина, поэтому, конечно, ему особо внимание. Какие, видите, вот, возможности в целом развития нашей области, как внутреннего туризма в нашей области, чтобы она действительно стала привлекательным туристическим регионам? Подытожим. Ух ты ж! Какой вы мне интересный, глубокий, огромный вопрос задали. Тогда тезисно. Тезисно. Я считаю, что каждый регион должен идти своим путем. Не надо пытаться копировать ничего у других регионов, и если в другом регионе что-то пошло очень хорошо, не нужно тут же это наклеивать и пытаться воспроизвести, причем еще и не вложив такого количества средств, как вкладывал тот регион. Поэтому тема про горнолыжку, она, кстати, туда же. У нас есть солелеск, у нас есть степи, у нас есть самобытная природа, у нас есть великолепнейший город, которого, в принципе, ну, на карте России там по пальцам пересчитать. Наш город это Фортпост Европы и Азии. Фортпост. Еще один такой Фортпост находится где? Ну, наверное, в Казахстане и с той стороны Екатеринбург. Это Санкт-Петербург. Это Санкт-Петербург. Это Фортпост также, да, между Россией, это окно в Европу, а Оренбург это окно в Азию. И вот этим окном, вот это смысл, идею, образ окна в Азию, ее и надо развивать. Да, это степи бескрайние, которые тянутся в Азию, предвестник, да, азиатский. Это уникальная архитектура, которая еще, слава Богу, сохранилась. И хорошо, что перестали, по крайней мере, надеюсь, что перестали, да, что-то придумывать с исторической частью города, заселять ее там огромными на эгоэтажках. Я на это очень надеюсь. И вот это надо развивать. Нужно придумывать туристам какие-то новые изюминки с верблюдами, со степью, с солью, с бахчами, с казаками. Казачья – это тема, да, вы можете сказать, что если казачество на Кубани, у нас оно свое. Вот когда мы начнем продвигать вот эту идею, да, то есть идею от города, идентичности, идентичности от города, крепости, от форпоста, ко всему остальному, и когда мы вот эту идею начнем продвигать, тогда и будет в Оренбуржье, зачем ехать туда туристам. Туристы же открывают вот такую большую карту, и они смотрят на какие-то такие знаковые события, которые кричат, приедь сюда, посмотри, и, ну, этими событиями, этими идеями нужны туристы привлекать. Кстати, один из лучших проектов, вообще за последнее время, который появился в Оренбуржье, это проект музейной мили. Я надеюсь, вы о нем знаете. Это самая длинная пешеходная музейная улица России. Во-первых, это самый-самый, на что туристы очень хорошо идут. Во-вторых, ну, вы такое не воспроизведете в такой архитектуре, с таким собранием музеев, с такой культурной идентичностью, исторической идентичностью, вы его не сможете воспроизвести нигде в России. И вот сейчас, да, правительство области уделило этому вниманию, и на федеральном уровне подчеркнули, что это, пожалуй, один из лучших ваших проектов, которые в Оренбуржье были придуманы, и которые продвигаются. И вот на этом проекте тоже можно построить вот эту культурную идентичность и туристическую идентичность. Вы приезжаете на Милю, вы приезжаете в Фортпост, вы открываете для себя Азию через окошко, вы открываете для себя бескрайние степени, и вы дополнительно, пока все это для себя открываете, так как турист не приезжает на один день, вы начинаете развивать другие локации. Посещаемость туристов растет, растет привлекательность для бизнеса, бизнес приходит в эти области, регионы, и начинается обратно оттуда начинается вот эта реакция, то есть она такая по цепочке, начинает все больше и больше локаций развиваться, потому что люди видят, что это интересно, люди видят, что это посещаемо, что это не пустой закапывание денег в песок, когда вы не приобретете ничего. Вот отсюда вся такая структура и строится. Понятно. Ну что ж, Владимир, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, раскрыли тему, показали ориентиры, всем нам хорошего отдыха, отдыхайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова